Продолжение следует... Что за справедливость стоит бороться в студии Дарьи Вершилинка. Добрый вечер. Сегодня в программе. Как не стать жертвой коллектора? Вот ключи из квартиры мы забрали. Как получить компенсацию за несправедливый приговор? Вот эта вся история, она ему нанесла большой урон, в принципе, по жизни. Подполковника СБУ подозревают в финансировании террористической организации на неподконтрольной Украине территории. Об этой и других новостях в нашем дайджесте. Почти 6,5 миллионов российских рублей везли контрабандой в ДНР двое граждан Украины. Причем один из них старший, уполномоченный службой безопасности в Волынской области. Сотрудник службы безопасности Украины, пользуясь своим служебным положением, говорил, что он здесь находится по оперативному заданию. Ему надо было проехать из точки А в пункт Б. Тем самым он не подлежал проверке, этим пользовался. Однако сотрудников военной прокуратуры не смутили полковничьи погоны перевозчика. Они собрали доказательства и уже передали дело в суд. Обвинительное заключение ушло по части 3 статьи 369 Уголовного кодекса Украины. Сторона обвинения будет просить наказание по максимуму. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества. За спину! Второй! Помните ужасающие пожары в Луганской области? Тогда еще подозревали, что огонь начался из-за несанкционированных обстрелов с территории ЛНР. А оказалось, что одной из возможных причин масштабных пожаров на территории Луганской области летом и осенью 2020 года могли стать системное хищение топлива под руководством Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований. За результатами проведения следствий, установлено, что протягом тривалого часа у структурных подразделов Главного управления проводились маніпуляции с пробегом спецтехники, для чего использовались специальные средства для коррекции одометров автомобилей. Так завершивался их реальный пробег, а паливо разкрадалось. В результате не было сформовано належный резерв паливно-мастильных материалов. Тому специализована техника для тушения пожеж не смогла вчасно выехати до мест займань, что не дало возможности их оперативной локализации. Лесные пожары в Луганской области начались 6 июля и были ликвидированы 11 июля. Они охватили площадь более чем 100 гектаров и уничтожили часть сел. Погибли 7 человек. Второй раз пожары начались 30 сентября и были ликвидированы 8 октября. Сгорели более 20 тысяч гектаров. Погибли 11 человек и 19 были травмированы. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по факту должностной халатности, повлекшей тяжелые последствия. Часть 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины. В Одессе пассажир такси ограбил водителя и угнал его авто. Мужчина вызвал такси, а по дороге в пункт назначения пригрозил водителю ножом и отобрал смартфон. Злоумышленник вытолкал мужчину из салона и угнал машину. Пострадавший вызвал полицию. Похитителя нашли в течение нескольких часов. В его доме обнаружили украденный мобильный телефон, ключи от автомобиля и документы на него, а также нож, пистолет с патронами и другие доказательства преступления. А вот спрятанный им автомобиль разыскали на окраине города. Угрожают расправой, отбирают имущество и превращают жизнь в сущий ад. Если вы по каким-то причинам вовремя не выплатили кредит, рискуете стать жертвой настоящих бандитов. Хотя официально так называемых коллекторов в Украине нет, всевозможные финансовые компании, которые скупают чужие долги, методично терроризируют заемщиков. А по сути занимаются вымогательством и запугиванием. Как не стать жертвой коллекторов в нашем следующем материале. Сердечные приступы, ранения и вездесущий коронавирус. Каждая смена Дмитрия в бригаде Киевской скорой помощи трудна и опасна. Плохие вести пришли неожиданно. В то время как медики всей страны получают надбавки за работу с больными COVID-19, у него из зарплаты начали высчитывать немалые деньги. Всему виной кредит, взятый Дмитрием 8 лет назад на небольшую сумму в 10 тысяч гривен. Банк, с которым заключал договор, лопнул. Что делать дальше, не знал. Где-то через полгода мне позвонила какая-то фирма. Банк продал ваш договор нам. Мы теперь имеем право на то, чтобы взимать с вас кредит. Я ему говорю, предъявите мне документы, что вы имеете право. Приезжайте к нам в офис, мы вам предъявим. Ну я так пробил где-то адрес. Приезжает, все закрыто, офиса как такового нет. Вообще потом назвали Харьков. Они звонили, звонили, звонками меня долбали, долбали, долбали. Я им сказал, извините, ребята, идите вы знаете куда. Я вам платить не буду, а вдруг вы просто хотите с меня какие-то мошенники, мало ли. Звонки прекращались и возобновлялись по новой. В трубке менялись названия компаний. А закончилось все тем, что на работу к Дмитрию пришло уведомление от исполнительной службы, на основании которого с медика теперь высчитывают около 5 тысяч гривен ежемесячно. Деньги идут в пользу такой себе финансовой компании «Сити Голд». Организация зарегистрирована в центре Киева, но наша попытка ее разыскать оказалась безуспешной. По указанному адресу находится кадровое агентство. Ни о каких кредиторах здесь и не слышали. Кто требует долг? Почему он в 5 раз больше первоначальной суммы? И насколько это законно? Мы с Дмитрием идем разобраться в Центр бесплатной юридической помощи Министерства юстиции Украины. А пока... Так называемые коллекторы в Украине часто переходят границы дозволенного. В случаях, когда долг серьезный, вооружаются помощью черных нотариусов и перерегистрируют жилье заемщиков. Приезжают ребята спортивной внешности, человек 10-15, показывают этот вытек полиции, которую они сами могут вызывать, что якобы они являются уже новыми хозяевами этого имущества. И проводят выселение, незаконное выселение граждан. Подобные действия без решения суда незаконны, но выбивателей долгов, а по сути преступников, это не останавливает. Если человека нет дома, они высверливают замки, ставят свою сигнализацию, дальше вещи у людей пропадают, пропадают деньги, драгоценности, какая-то электроника. Обалдеть! Снимите, что тут наделали? Управили сережки. Сережки бриллианты вы украли, представляешь? Вещи это они подкладывали? Это они подкладывали, да. Обалдеть! Высокий парень, ну Катю не пускала вот сюда, я вот так отпихиваю, мне вот так вот, ну если не так вот, ты сейчас дёрнешься, я тебя завалю. В случаях попыток незаконного проникновения в ваш дом следует незамедлительно вызывать полицию. Благодаря своевременному реагированию, недавно удалось, например, отстоять жильё киевлянки в Соломинском районе Киева. Работает полиция, сейчас коллекторов забирают в Соломинское РОД, вот ключи от квартиры мы забрали. Бдительны и сами правоохранители. В столице этой осенью полицейские накрыли два незаконных коллекторских колл-центра. Мошенники звонили даже людям, которые не имели ни малейшего отношения к долгам. Сейчас подозреваемым грозит до восьми лет за решёткой. Було установлено ряд колл-центрів, які були законспіровані, з яких здійснювались фактично ці дзвінки громадянам з погрозами, з погрозами розповсюдження особистої інформації, з вимаганнями на повернення коштів. Було установлено 60 осіб, які працювали в цих колл-центрах. Доброго дня. Вода нас перша? Да. Хотя у Дмитрия жильё не отбирали и не угрожали расправой, в Центре правовой помощи Министерства юстиції України он хочет выяснить, почему должен платить по кредиту в пять раз больше от первоначальной суммы и обязан ли платить вообще некой финансовой компанией, которая перекупила его долг банку. Там есть основы, были основы для невчинения виконавчого написа, оскільки с момента правовымоги пришло больше, ніж три роки. Вердикт специалиста Минюста однозначен. Дмитрий имеет полное право оспаривать взыскання с него долга в суде. И сразу по нескольким причинам. Не було відомо ні про вступлення правового вимоги, ні про укладення договору факторингу можливий. Розмір заборгованості теж він є оспарюваним, оскільки по примирним розрахункам вони не є точними. По примирним прокидкам виходить, що там заборгованості далеко не та, яку вони стягують за той період, за який вони вказали. Насколько затянется суд – неизвестно, но перспектива вернуть незаконно удержанные деньги з заработной плати есть. Можливо, десь допустили помилку, можливо, десь були підроблені документи. Ну, про це, знову ж таки, стверджувати, поки це не доведено, сенсу немає. Якщо в судовому порядку були дійсно стягнені гроші, які понад нормові, якщо дійсно перешли до спільного висновку, то їх повернути можна. В Міністерстві подчеркивають, гражданам, берущим кредити, необхідно внимательно читати условия договора. Ваш долг може бути перекуплен, і даже несколько раз. Ну, а якщо случилось так, що к вам настійчиво звонять, або ж приходять так называемі коллектори, помните, офіціально вони мають право лише уведомляти вас о необхідності погашення долга. Пускай в письменному віде вам присылають по вашому адресу те претензії, з которими я не к вам обращаюсь. В противном случае ви йдете, пишете заявлення в поліцію і стараєтесь возбуждати уголовне дело. В настоячий момент профільний парламентський комітет работает над законопроектом, который должен чітко определить правила работы коллекторов. В частности, запретить неотичное поведение і установить санкції за нарушення цих норм. Планирується, що реестр таких організацій буде вести Национальний банк України. Вместе со мной сюжет смотрела заміститель міністра юстиції України Валерія Коломець. Валерія, як не попасть в подобну ситуацію? На самом деле, да, ви правильно сказали, що фактически коллектори у нас дуже часто терроризують людей. Але я должна заметити, що немає никакого закона, який би їм мог препятствувати в цьому. Що я маю віду? На самом деле, банк, коли людина берет кредит, може і має право, якщо це прописано в кредитному договорі, передавати право требування третьим лицам. Более того, в договорі може бути прописано, що банк в тому числі може передавати право работать з частною інформацією, яку клієн передає банку, коли берет цей займ. Тому, яка ситуація возникає, коли к чоловіку починає названити, требувати новий коллектор, так званий, а чоловік в першу чергу должен успокоїться. Це раз. Нужно вияснить, на основі чого на сьогоднішній момент цей долг требує не банк, а именно коллектор, тобі вже третє, яке юридическое лице. От чого це зависить? Тобі купили ли вони цей долг? Да. Во-первых, нужно проверить свой договор, т.е. предусмотрено ли право і можливість банка перепродавати цей договор, т.е. право требувати цей займ. Для цього ти їх виводиш вже на другого плану розговор, т.е. на юридичний, на письменний. Це не питання того, що тебе звонить какой-то Іван Іванович і починає требувати деньги, а це питання того, що вони должны письменно предоставити требування, к которому в тому числі приложити все документи, які доказують, що у них зараз це требування є. Це перший момент. Второй момент. Якщо все-таки ви убеждаетесь, що дійсно, як би, це компанія, яка перекупила долг, а тут, кроме того, що ви письменно с ними общаєтесь, ви, як би, должны понимати ще в якій момент. Вони з того времени, як вже стали владельцями цього долга, не мають права начисляти никаких дополнительних платіжей. Я имею в виду страшних санкций, наприклад, пени, каких-то інших процентів. Тобто вже не в них в праві. То, що вони купили, наприклад, 10 тисяч гривень, да, з усіма всіма вплатами, вот більше вони требувати вже не мають права. Якщо коллектор видит, наприклад, що він все-таки зв'язався з человеком, з людьми, які розуміють определенні свої права, розуміють механізми захисту своїх прав, то йому, в принципі, ну, как би, нет особого резона давити на такого человека, да, потому що вони більше действують як психологічне давлення, і вони в таких случаях даже скорее уступають. Ви никому нічого не должны через силу или із-за страха, даже з банком можна договориться, тому що можна, наприклад, провести процедуру реструктуризации долга. Точно також можна пробувати це і з коллекторами робити. То есть, окей, давайте тогда договоримся, я смогу вам не 10 тисяч сейчас отдати, давайте разобьем, наприклад, по тисячі в місяць или там по 2 тисячі в какой-то другой период. Вот, і для того, щоб це все помнить і не держати в пам'яти, тому що пригодиться, не пригодиться, актуально обращаться за безоплатною правовою допомогу, і даже вот подобного плану консультати, она може просто произойти абсолютно дистанціонно, через інтернет, не обязательно куда-то йти, а описав свою проблему, наші юристы спокойно можуть відповідати в письменному форматі. Валерия, а коллекторы, чем они отличаются от частних исполнителей? Частные исполнители – це професіоналы, юристы, які аккредитовані Мінистерством юстиції. І частний исполнитель, він береться за дело, коли вже є судебне решення. Тут вот що інтересне, коли ми говоримо о коллекторах, ми часто говоримо в тому числі о людях, які залезли в долги 10-15 максимум, 20 тисяч гривень. Для одних це страшні суми, для інших це не 150-300 тисяч. І коли ми вже говоримо о сумах 150 і плюс, тоді человек, наприклад, може об'явити себе банкротом, для того, щоб возобновити свою можливість платіжеспособності. Але це коли ми вже о більших долгах говоримо. Ми продовжуємо випуск. Дело Одесіта Вячеслава Грациотова претендує війти в учебники правоведення. По сути, це пример того, як потрібно відстаивати своє добро імя і добивати справедливості. Сім років парень доказував, що обвинення, сначала в умышленному убийстві, а потім і в убийстві в зв'язі з перевішенням необхідних мер самооборони, безосновательні. Тепер же Вячеслав і його адвокат четвертый год пытаються наказати государство за отняту у нього нормальну жизнь і требують від казначейства України відмістити більше 2 мільйонів гривень моральної компенсції. Готово йти до конца даже в Європейський суд по правам человека. Та історія началась 23 августа 2010-го. Тоді студент политехніческого університету 19-тилетний Вячеслав сидел со своей девушкой Юлией у фонтана на Соборной площади в центре Одессы. Около восьми вечера к ним подошли незнакомці – 21-летний Роман Трачев і Евгений Савко. Им почему-то не понравилось, що у парня длинні волоси, а у девушці волоси красного цвета. Слово за слово, і мужчины полезли драться. К счастью, возле места преступлений оказалась девушка, которая учится в Одесском государственном университете внутренних дел. Она засняла конфликт на свой мобильный телефон і розмістила видео в інтернете. Согласно матеріалам дела, уже через 30 секунд Вячеслав получил закрытую черепно-мозгову травму, зресення мозга, ушиби мягких тканей, кровоподтеки лица, грудной клетки і ссадины. Досталося девушке, її тож повалили на землю і били ногами. Врачи диагностировали у нее гематомы затылочной области головы, кровоподтеки на плече і бедре. Вячеслав оборонялся, поскольку подрабатывал в торговом центре і там приходилось быстро осваковать товар, с собой у юноши был перочинный нож. Когда один із нападавших схватил його за волосы і начал бити по голове, Слава достал нож. Хотел напугать, а попал в селезенку. От потери крови один із затеявших драку умер. На следующий день избитого Грациотова задержали. На той момент его подозревали в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. То есть, часть 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. На тот момент суд посчитал возможным избрать для него меру пресечения содержания под стражей, несмотря на достаточное количество очевидных доказательств того, что человек находился в состоянии необходимой обороны. Адвокат Грациотова утверждает, с момента задержания его подзащитному шили дело об убийстве. Он все время находился не в изоляторе временного содержания, где хотя бы прилечь можно по-человечески, а в райотделе на скамеечки прикованные наручниками. При этом ему 19-летнему парню подходили периодически оперативные сотрудники, давали там подзатыльники и говорили, давай признавайся, пиши явку с повинной и там все будет у тебя в жизни хорошо. Вячеслав таки подписал явку с повинной. Его обвиняли по 121-й статье Уголовного кодекса Украины нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Суд отправил избитого парня под стражу. При избрании меры пресечения Вячеслав от полученных травм, потому что у него были сотрясения мозга, ушибы сильные, и после которых он не получил медицинскую помощь, он потерял сознание прямо в зале суда, упал в клетке, в которой он находился, его увозили в скорую помощь. Одесса не промолчала. Друзья студенты и просто знакомые этой семье, а также журналисты помогали чем могли. Отстаивали справедливость, собирали митинги, проводили собственные расследования. Хороший пацан, ответственный, верный, надежный друг. Так что все считают, что он невиновен и судят его зря. Свободу славе. Свободу славе. Свободу славе. Свободу славе. Свободу славе. Усилиями адвоката и благодаря общественному резонансу после происшедшего через несколько дней апелляционный суд Одесской области отменил решение суда первой инстанции и парня все же выпустили под подписку о невыезде. С тех пор и начались семь кругов ада, семь лет беспрерывных судовых процессов. Если изначально Вячеслав обвинялся в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, а это десять лет за решеткой, то потом статью изменили на превышение пределов необходимой обороны, это до двух лет тюрьмы. Вячеслав доказывал, у него не было намерения убивать, он защищал свою жизнь и свою девушку. Единственное, что должен был сделать орган полиции и прокуратур, это закрыть уголовное производство в отношении Вячеслава Горцотова с отсутствием состава преступления. Но сделать они так не могли, потому что он уже посидел в следственном изоляторе, потому что он незаконно держался в районном отделении милиции. Но судебный маховик был уже запущен. Я ограничен, у меня подписка о невыезде, я не могу никуда выезжать из Одессы, и за область даже. И если им даже куда-то нужно выезжать, то это весьма проблематично. Являться вот сюда на заседание. Естественно, ему это мешает, и нормальную жизнь, человек тоже, он же нервничает, и каждый поход в суд это неприятная процедура. Он спортом хочет заниматься, он немного занимается, у него планы хорошую работу себе найти, такие, как у всей молодежи сейчас. Когда дело Вячеслава в третий раз с самого начала полностью прошло весь круг судопроизводства, суд вынес решение отправить дело на дополнительное расследование. При этом адвокат Трачевых утверждал, что парень и девушка были сильнее хулиганов, мол, Слава и Юля сами искали приключений. Парень был вооружен, что парень с девушкой были крупнее, что он вел себя дерзко, что он, именно он выкрикнул, что это было, когда Славков и Трачев уже уходили, что он профессионально воспользовался ножом. Она такая взрослая полная девушка, имеющая розовые волосы, акрациотов тоже намного выше, мощнее будут нападать Трачева и Славкова. Вторая сторона говорит о том, что фактически нас не били, нас просто толкали, а девочка была вообще огромная и толстая, она била этих пьяных хулиганов, что как бы совершенно не соответствует вообще и реальности, и материалам дела, и на видео как бы все видно, как это происходило. Против нападавшего Евгения Савко тоже было открыто уголовное производство за групповое хулиганство. 27 октября 11-го года Приморский суд Одессы признал его виновным. Савко получил три года условно, а родственники погибшего Трачева кроме признания в убийстве требовали от Вячеслава компенсации. Изначально выставили мне иск в 170 тысяч и в течение 7 лет иск меняется и сумма растет. На сегодняшний день не выставили иск на 430 тысяч. Еще год ушел на то, чтобы апелляционный суд подтвердил свое решение и отправил дело в суд первой инстанции для вынесения приговора. И уже буквально перед самыми судебными дебатами начинается судебная реформа, в результате которой многие судьи написали заявление об увольнении. И судья уходит в отставку. Передает дело новому суде. Смешно. И дело начинают рассматривать полностью с самого начала. С пятой попытки процедура рассмотрения дела наконец-то завершилась оправдательным приговором. Я считаю, что вынесение оправдательного приговора это не только оправдает моего сына, но это для каждого гражданина Украины сыграет какую-то определенную положительную роль. Закон о самозащите начнет работать. И каждый человек будет понимать, что он имеет право защитить свою жизнь. Это дело сломало жизнь Вячеслава. Он хотел получить техническое образование, ходить в море, но дело было громкое и хоть многие юношу поддерживали, были и такие, кто в глаза называли его убийцей. С девушкой не сложилось, с работой тоже тяжело. Судимого, хоть и оправданного человека, на работу брать не спешат. Сейчас он работает в сфере обслуживания, но это не то, о чем он мечтал. Вот эта вся история, она ему нанесла большой урон в принципе по жизни. Ну и плюс его внутреннее эмоциональное отношение к тому в принципе, что его обвиняют фактически в убийстве. Юридически оно так не звучит, но фактически в убийстве человека. Я стараюсь все место на Соборной площади, где это все произошло, обходить общей стороной. Я сожалею о том, что вообще это все произошло. Вячеслава и его адвокат решили обратиться в суд, чтобы получить моральную компенсацию. Грациотов прошел психологическую экспертизу. Иск на сумму, превышающую 2 миллиона гривен, получила Казначейская служба Украины. Позже, как ответчик, была привлечена и прокуратура Одесской области. В первой инстанции в районном суде иск был удовлетворен в полном объеме. Но Казначейство подало апелляцию и вот уже четвертый год длятся новые слушания. 10 лет в суде и ни копейки компенсации. К сожалению, практика Верховного суда, которая на сегодняшний день есть, она не воодушевляет, потому что Верховный суд к моему большому сожалению, оценивает заявленные иски о взыскании морального вреда в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности как желание тех или иных людей каким-то образом обогатиться. Но, по мнению Вячеслава, если государство не способно обеспечить своим гражданам справедливого правосудия, тогда нужно наказывать само государство, в данном случае гривней. И если Верховный суд Украины не удовлетворит иск Грациотова, он будет обращаться в Европейский суд в свою правоту. Но если решение будет принято и вступит в силу, государству придется заплатить Вячеславу Грациотову 2 миллиона гривен в качестве компенсации морального ущерба, который был причинен ему незаконными действиями полиции и прокуратуры, а также возместить 4 тысячи гривен судебных издержек. Валерия, 10 лет суда и это еще не конец. Есть ли какие-то сроки рассмотрения подобных дел? На самом деле в действующем криминально-процессуальном кодексе написано, раньше и такого не было, насчет разумности строков рассмотрения дела. Что включается в понятие разумности? Это в том числе и сложность, тяжкость, поведение участников, потому что, например, некоторые участники специально затягивают рассмотрение дел, и сопутствующие определенные факторы, в том числе и то, содержится человек под стражей или нет, потому что именно под стражные дела должны слушаться всегда быстрее всех остальных, ну и в принципе судьи всегда ставят их в приоритет именно, потому что понимают, что не может человек без приговора пребывать под стражей долгие годы, как у нас в принципе, к сожалению, это раньше было и сейчас, ну, все равно иногда продолжается. Разумные сроки, такая формулировка очень обтекаемая, она очень обтекаемая, но объективно говоря, как мы видим, опять же, закон не очень рабочий. Почему? А, еще 4 года других он уже судится за то, чтобы эти деньги все-таки забрать. Раз. Второй момент. Окей, может ли он обратиться, например, в тот же суд, когда вот сейчас бы против него это криминальное производство длилось, и явно, ну, уже все разумные строки уже закончились. на самом деле нет, потому что, опять же, четко указано, в каких случаях человек может обратиться в суд. И получается, что вот если, например, криминальный процессуальный кодекс говорит, ну да, если, например, все-таки слишком долго слушается дело, то ответственность какая-то там будет. А закон, ну, он как бы не предрасполагает, к тому не рассказывает, каким образом эта ответственность наступает, и каким образом вообще человека можно как бы к этой ответственности привлечь. Поэтому и в том числе, вот, например, мы сейчас разрабатываем план действий к национальной стратегии по правам человека на следующие три года. Это документ, который действовал уже пять лет, и сейчас мы просто обновляем именно этот план действий. И в том числе, там у нас прописано в одном из первых пунктов, это то, что мы как раз хотим внести изменения в этот специальный закон, который предусматривает ответственность за то, что, например, какие-то процессуальные лица, я имею в виду, следователь, прокурор, к примеру, принимают решения, которые в результате приводят к нарушению прав человека. Там, я думаю, что мы уже как раз вот такие вот моменты тоже предусмотрим, чтобы все-таки это была не просто констатация факта, а чтобы действительно могло государство определить, кто же был виновен, чьи умышленные действия перевели к тому, что человек годами, и это на самом деле же не единственный такой случай у нас в судебной системе, доказывает, что он невиновен, а потом еще более того, он не может возместить ущерб, который ему был нанесен. А вот в данном конкретном случае получит ли этот человек компенсацию или все-таки ЕСПЧ это единственный выход для него? Европейский союз, он уже как бы такие беспрецедентные к нам какие-то методики применяют, да, потому что мы выходим полностью за рапки всего дозволенного насчет неисполнения решений наших национальных судов. И мы поэтому, кстати, вот Министерство юстиции очень активно сейчас этим занимается, у нас есть специальная комиссия, и мы в том числе смотрим, почему вот на самом деле люди, когда вот не исполнялись решения национальных судов, обращались в Европейский суд по правам человека. Мы, да, базово разделили, например, на блоке эти вопросы, и сейчас будем это все, ну, будем, мы сейчас уже фактически решаем это все именно вот поблочно. Например, здесь там зарплаты не смогли забрать, почему? Давайте тогда менять законодательство. Здесь там еще чего-то. огромный-огромный поток работы. Да, неиссякаемый. Неиссякаемый. Валерия, вам спасибо за беседу, а зрителям нашей программы я напоминаю, что у нас есть бесплатная горячая линия, мы оказываем правовую помощь, право, собачка, канал Дом ТВ. Мы сделаем все, чтобы вам помочь. Продолжение следует...